Послание апостола Павла к римлянам, 2 глава, 16 стих. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Римляне получили это письмо, и возражений никаких не могло быть, потому что память о суде Божьем была заложена в евреях и в язычниках. Общего ничего не было между христианством и язычеством, но это общее. Что за смертью не заканчивается жизнь, верят все народы мира. Это три основных пункта, которые одинаковы во всех религиях мира. Вот сегодня сектанты практически никогда не проповедуют о страшном суде. Бог возлюбил нас, умер, даровал жизнь вечную. Но в этом же стихе, Евангелие от Иоанна 3,16, говорит о том, что не пришел судить мир. И вот так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб. Не погиб это не под машину попал. В ад, чтобы не попал. Памятование о суде Божьем является самым сильным примером для людей, что надо беречься. Мы говорим о том, что в России фактически Евангелия в руках не было и в Библии. Но однако веру и считали, чай воскресения мертвых и жизни будущего века. Это мы чаем, ожидаем. Но получим мы или нет? Вот вопрос. Апостол Павел говорит, что будет этот день, когда по благовествованию моему, по проповеди. Павел никогда из проповеди не исключал памятного судя. По моему благовествованию. Не в раю будете только. Но Бог будет судить тайные дела человеков. Через Иисуса Христа. Сыну Божьему все поклонятся. И когда все Ему покорится, тогда сам Сын покорится Отцом. Так Он далее говорит. В Деяниях Апостолов. 17.31 говорит так. Ибо Он, Бог, назначил день, в который будет правильно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем. Удостоверение во Христе, в Его воскресении, в жизни, в истории мира. Видно, что Христово учение превыше всего. И Его Слово Божие, оно обязательно сбудется. Памятование о суде – это главное, что удерживает человека от греха, только бы в ад не попасть. Только бы не погибнуть. Ну, в пороге Доме Божьем где-то быть там, но чтобы только не в огне гореть. Памятование о гиенском огне побуждает человека жертвовать милостынем, прощать ближним. Прости нам, как и мы прощаем, должникам нашим. Господи, владыка живота моего, чтобы не осуждать никого. Это памятование о суде. А так, если за это не отвечать, да держи в сердце, копи, а при возможности воздай, говорит, семеро. А если Бог есть, есть суд, прости, Господи, я сам грешен. Вера в наказание, в суд Божий за неправильные дела, о чем Павел говорит, в мусульманстве очень сильно развита. Это же если в буддизме, ну, у них там по-другому видят. В языческих религиях, в Египте. Каким-то к Богам люди не верили. Они понимали грешнику очень плохо. Насколько это достоверно, говорят, что князю Владимиру, когда он болел, показали икону. И показали страшный суд. Это икона, воображение художника, конечно, но она страшная. Люди падают огонь, языки пламени красные, летят вниз головой. Там ад раздевает пасть, змеи. Худо этим человеком. Князь сразу понял. Потом показали ему Царство Небесное, как праведники ликуют. Но Царство Небесное труднее показывать. Ну, стоят светлые круги над головами. И все равно он понял, говорит, а этим благо есть. Хорошо. Вот туда бы попасть, а не туда. Но каждый день говорит нам о том, что мы куда-то движемся. Но куда? Кверху или книзу? А что акт есть, об этом говорит все священное писание. В Деяниях 24-25 читаем. И как апостол Павел говорил о правде, о воздержании, о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал, теперь пойди, а когда найду время, позову тебя. О Христе многие любят слушать и ребятишки. Но как только заговорили о суде Божьем, сразу сполошились родители. Ребенок спать не мог, ребенок испугался. Это что у вас там в школе преподают? Я имею эти свидетельства. Христианская этика, христианская культура, что угодно можно преподавать, но о суде Божьем ни слова. Духовные ценности, общечеловеческие ценности, можешь говорить, но не говори о страшном суде. А рай можешь говорить на каждом перекрестке, никто против не скажет. Но как заговорил, что ад ждет, и мука вечная, генно-огненная, как сразу поднимается вопль, вы что нас пугаете? А Ян Затаус говорит так, когда охотники ловят зверей диких, они на тропе у них вырывают яму, внутри там закапывают заостренные колья, а сверху легким хворостом, травой и землей засыпают и мертвые лапы зверя, делают следы, будто бы кто-то прошел. Вот это делают все сектанты и еретики. Они говорят, а да, а да нет, чтобы туда не звергнуть. Бог говорит, есть ад и предупреждает, смотри, не попади. Он заботится о нас, он любит нас. Бог открыл эту яму, не скрываем мы ее, и говорим, а где же спасение? Спасение во Христе. И спасение только в церкви, вне церкви нет спасения. Вне церкви вообще разговора даже никакого писания нет. То сектанты и еретики, они совершенно не понимают этого. И им нельзя это вдолбить никаким образом. Потому что здесь одно надо, и на исповедь идти, и прежде чем раскаяться. Вот здесь исповедь решает самую главную роль. Когда духовник, священник тебе даст разрешение грехов или не даст. Грехи ты откроешь или не откроешь? Кремленам 2 глава, 2 стих. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Он перечислил грехи. Мы знаем, вот за то, что обирают все эти олигархи, людям не давали вовремя зарплату, есть люди на себя руки наложили. Есть суд праведный за все это. Долго ты терпишь, Господи, но крепко бьешь. Если мы будем смотреть Слово Божие, то мы увидим, и революция была на своем месте, и отечественная война. Это не случайно. Бог попустил. Притом массовые наказания. 100 миллионов одновременно наказаны могут. Бог сметает целые народы, предупреждая о будущем суде. О суде Божьем человек услышал еще находясь в раю. В день, в который вкусишь смертью, умрешь. Смертью это значит попадешь в ад. Это вторая смерть. Погибель. Даже вот здесь говорит о Феликсе. Ну, это не Дзержинский Феликс, раньше еще был. Этого никто не испугал. Он был бесстрашным. Видимо, живьем сошел в ад. А вот этот Феликс-то, железный, и испугался. Пришел в страх. И сразу в другой раз послушал. Сидел спокойно, слушал, довольный, думал, какой грамотный Павел. А как Павел заговорил о суде, ты безумствуешь, Павел? Это уже Фес сказал. О суде Божьем никто не любит слушать, кроме верующих. А верующие свободно об этом рассуждают. Это впечатляющий разговор. Римлянам 2.3 Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая, делающих такие дела и сам тоже делая? Это к каждому вопрос. Ты понимаешь, что он делает неправильно? Ну да. А почему же самое делаешь? Почему святые говорят, грех осуждения один из самых страшных грехов? Потому что у него нет никакого оправдания. Ты был сытый, сытый. А почему судил? Даже блудник имеет видимость оправдания. Скажет, ну понравилось, а начинает убийство. Почему я гневался, такой эффект у меня был. А осуждающий ничего не имеет. Он не может из защиты ни одного слова сказать. Почему ты осуждал его? Почему? Ну ты сотворил молитву, помолился о нем, устроил встречу, побеседовал, сказал. Римлянам 2.5 Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога. Это день гнева? Все пророки говорили, день ужаса, день мрака, день тьмы и мглы. Еврейский народ имел очень четкое представление о страшном суде. И когда Господь рассказал притчу о том, что богатый человек, который был очень жестокосердный, жил для своего удовольствия, пировал, небо и земля и вода приносили дань его череву и оказался в аду. И вот это был очень хороший проповедник. Но почему-то его оттуда не выпустили. Ну хоть бы оттуда кто-то пришел. Нет, самый лучший проповедник Слово Божие. И сказал Авраам, вот у них есть Слово Божие. Пророки, Закон, Библия. Пусть берут, читают. Там о Суде Божьем много написано. Прямо. Но есть сегодня сектанты, еретики, такие как адвентисты седьмого дня, вот ходят так называемые свидетели Иегова. Они ад отрицают. Это чисто сатанинское учение в этом вопросе. Об аде Христос говорит неоднократно. И червь не умирает, огонь не угасает. Если там никого нет, то что ему червя это делать? Что он сам себя грызет, червь? Угрызение и огонь. А для кого огонь? Писание-то говорит об этом очень четко. И в аде, будучи в муках, поднял глаза свои. Значит, муки есть и ад. Римлян 2.12. Те, которые не имея закона согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Ни один человек не минует суда Божия. В 12 главе книги пророка Даниила говорится, что перед престолом Божьим потечет огненная река. Какая ее глубина, ширина, ничего не говорится. А в граде Божьем говорится. Столько-то локтей и все. Но и для чего она течет перед престолом, не знает. И прям Сирин объясняет, что все до одного человека, от первого Адама до последнего, обязаны пройти по этой реке. Праведник, как солнце засияет, очищенное этим огнем, а грешник выйдет, как головня, спасется, как бы, из огня, для того, чтобы быть брошенным в озеро огненное. Римлянам 3.4 Ты праведен, Господи, в словах твоих и победишь в суде твоем. Вот эти слова должны будут сказать все люди. Сегодня, когда суд заканчивается, я благодарю судью, что он правильно рассудил. А другой выходит, неправильно, буду обжаловать в краевом суде. Снова судья решает уже в его пользу. Теперь я, он не говорит, вот теперь правильно. Я говорю, я теперь буду верховный жаловаться. Это неправда. А здесь не будет так. Все до одного на суде Божьем скажут, ты победил в суде твоем, ты праведен. Дела, которые сегодня решаются по слуху, по лжестведительству ли, тогда они заново будут проиграны и показаны. Вот как было, это ты идешь, кто-то как на пленку нас снимает и показывает. Вот будет фильм перед всей вселенной. И каждого человека во вселенной все люди будут видеть, кто он такой. Многосерийный фильм будет. Видимо, миллиардов, сотых серий будет. И все будут видеть, и человек опустит глаза и скажет, ты победил в суде твоем. Победил галилеянин. Римлянам 14.10. Все это к римлянам. Заметьте, сколько в одном послании говорится о суде Божьем. Все мы предстанем на суд Христов. На суд. А праздник не предстанет. Предстанет. Все до единого. И мы тоже так же будем осуждены нашими делами до одного. И тогда явится вера и защитит. Кровь Христова будет явлена. И каждый скажет, Господи, я действительно погибший был. Я не достоин быть на правой стороне. Но я услышал благословенное, войдите в радость Господина Твоего. Не за добрые дела только. Это в притче говорится, подтверждающие веру дела. Все спасаются верою. Только верою, не делами закона. 1 Коринфянам 4.5 Вот и им пишет. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь. Когда придет? Ну, когда на суд придет-то. Который и осветит скрытое во мраке, обнаружит сердечное намерение, и тогда будет каждому похвала. То есть никакой канонизации, конечно, быть не может. Оставьте до суда Божьего. Никакой анафемы, проклятий не может быть. Почему? За корень и придет. Тут очень четко говорится. Не судите никак. Ни положительно, ни отрицательно. Но он умер, он хороший. Не знаю. Как будто так. Почему у православных и принято молиться за умерших? Для успокоения хотя бы самого себя. Но мы не теряем связи с ними. 1 Коринфянам 6.2 Разве не знаете, что святые будут судить мир? Верующие будут иметь право судить мир. Чем? Тем, что люди будут говорить, а вот советская власть была, не давала веровать, храмы были закрыты. Но один в это время был верующий. И он встанет. Ну я же в этом городе жил. Как я стал верующим? Вот у нас в деревне, допустим, ну люди не верующие много, а мы были верующие. А почему? Так же ходили в школу, пионеры не записывались. Мы не знали этого. Праведные, это только они до праведности сохранят, будут судить мир. И 6.3, 1 Коринфянам. Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? Ангелов. Дьявол, где нас искушал. Мы даже не знаем, кто мы. Чтобы быть судьею, эта проверка большая идет. А мы все верующие, уже проверенные будем Господа, мы будем судить. И наше решение будет очень точное. Почему? Он дьявол искушал, а как мы оказались непобежденными, силою крови Христовой. Он спас нас. Я возвал к нему. Второе к Коринфянам, 5.10. Ибо всем нам должно явиться перед судилищем Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Не живя в квартире, в городе, а живя в теле. Вот главная та квартира. Живя в теле. То есть это мы, мы... Это не то, что видите, вот на чем костюм надеты, а это душа. И душа получит то соответственно тому. А если только за молитву покойно, а ничего не делал, это не соответственно. Это соответственно тому, что за меня пожертвовали будет. Сам, своей рукой, сам, своим языком, своими руками, ногами. Вот соответственно, этому будет и награда. Второе фиссоники, 1.5. И доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться войти. Доказательств очень много. Самое лучшее доказательство, что будет суд Божий, несправедливость, говорит Англатаус. А раз на земле справедливости нет, и вообще ее нету, в любом деле, значит, есть где-то там, за пределами этой жизни. Это самое лучшее доказательство. Не надо говорить, а где Бог, куда Он смотрит. Он смотрит Бог на суд, на конечный результат нашей жизни. Потому Он и не допускает справедливости, чтобы не исчезла вера в будущее воздаяние. 2 Тимофея 4.1, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царстве Его. И Тимофей тоже проповедовал, потому что ему Павел говорил в царстве Его, когда 2 Тимофея 4.8, «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день он и, и не только мне, но и всем возлюбившим явлением Его. Суд Божий будет, по проповеди, как Павел говорит, тут интересное выражение, как будто из-за того, что проповедует и суд будет. Одни получат награду, другие возмездия. Говорят, а какой же это рай будет, если мать спасенная, а сын или дочь пойдет в ад? Там другие существования будут. Мать также будет смотреть с гневом, как Господь. И очи Христа написаны, как огненные. Евреям 6.2. Павел полагает, говорит, учение о крещениях, об этом надо знать, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И все это называется начальное учение. Далее исполнение Духом Святым, как жить в Духе Святом. Евреям 9.27. И как человеком подложено однажды умереть, а потом в суд. Многие в это не верят. Еще есть такая поговорка, говорит, не умрешь, горя хватишь. А у нас по-другому. Умрешь, горя хватишь. Потому что главное горе там. И когда люди что-то откладывают, я коплю на черный день. Так ради черного дня копить как раз не надо. Самый черный, темный день это суд Божий будет. И ради этого стоит раздавать. Евреям 10.27. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противников. Вот что предлежит впереди. И о том, что будет суд Божий, об этом все кричит везде. Каждый раз, когда мы видим, как с нами несправедливо люди поступают, где-то считаем об убийстве, его не могут поймать, выпускают преступников. Все это говорит, что будет суть Божия. И не как-то, а так, как апостол Павел говорит, по благовествованию моему через Иисуса Христа. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует...